Наш следующий поединок. 8 раундов. Второй наилегчайший вес. Рефери в ринге Юрий Копцев. Боковые судьи Андрей Курнявко, Александр Калинкин и Алексей Козлов. Встречаем участников. Синий угол ринга. Боксер из Казани. Одил Жон Саткинов. Друзья, весьма интересный нас поединок. Ожидает 8 раундовый во втором наилегчайшем весе до 52 килограммов. Одил Жон Саткинов. Вот он сейчас выходит в ринг. Дебютант профессионального ринга против Хасанбоя Дусматова. Хасанбоя Дусматов. Он пускай и провел только лишь один поединок по профи. Но этот человек в первую очередь запомнился своей великолепной любительской карьерой. Это, особенно в 2016 году, он добился золота Олимпиады в Рио. Еще получил кубок Вэлла Баркера. Весьма престижную награду. Кроме всего прочего, был дважды чемпионом Азии в 2015-2017 году. Серебро чемпионата мира 2017 года. Ну и на азиатских играх в Джакарте также завоевал серебро. Ну и в целом, он просто безоговорочный лидер своего веса с 2009 по 2015 год. До летних Олимпийских игр он на всех серьезных соревнованиях завоевал первое место. Да, вот как раз сейчас я про него и рассказываю, и он как раз и выходит. На летней универсиаде в Казани в 2013 году также было первое место. Ну и, по-моему, все, что было можно у себя на родине в Узбекистане, хазбой Гусматов забрал. Ну, везде становился первым. Ну, 27 лет, рост 159 сантиметров. И по профессионалам выступил пока лишь только один раз. Было это в Мексике в ноябре 2019 года. Довольно, в общем-то, большая пауза. Ну и там выиграл техническим нокаутом у Хесуса Сервантаса Вилануэвой. Во втором раунде, кстати, выходил сразу на шестираундовый бой. Здесь изначально планировалось, что Хасанбой будет драться с Павлом Гунченко. Также спортсменом достаточно молодым с точки зрения профессионального бокса. Один бой у него за плечами, но в итоге, в общем-то, заменили на одержона Саткинова. Боксеру 24 года, рост 160 сантиметров, вес 52 килограмма 500 граммов. Финалист Кубка мира по тайскому боксу из Казани. Профессиональный дебют. Алилжон Саткина! Ну, мне кажется, совершенно не сопоставим уровень. Да, заранее уже можно определить. Рост 159 сантиметров, вес 52 килограмма 850 граммов. Человек, который блестяще выступил в Рио-де-Жанейро, взял кубок Вейла-Баркера. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро, обладатель кубка Вейла-Баркера, лучший боксер Олимпиады в Рио и АИБа 2016 года из Узбекистана. Хасанбой! Дусмата! Дмитрий Лучников, кстати, у Хасанбоя в качестве катмана. Ну, очень долго он не переходил в профессионалы. Даже были такие сведения, что его федерация не отпускает. На второй цикл хотели? Хотели на второй цикл, да. И что в деньгах он, надеюсь, не имел нужды. Его обеспечивали вполне солидно. Но вот пандемия, перенос Олимпиады, и все это, видимо, сказалось. И он все-таки осенью прошлого года провел профессиональный бой. Ну, кстати, никто не запрещает ему снова поехать там. Да, в общем-то, если отобраться. Я, кстати, только не помню, на предыдущем отборочном азиатском турнире, который был в марте этого года, отбирался ли там Хасанбой. По-моему, нет. А вот, честно говоря, я не помню, не могу сказать. Я тоже как-то прям не вспоминаю. Ну, давайте посмотрим второй бой. Просто он после этого участвовал в чемпионате мира и не смог выиграть. Вот это было, да. Поддавливает Дусматов сразу же. Заставляет он надерженно отстреливаться. Пропускает и все. Хорошая двойка и нокдаун. Меньше минуты потребуется. Там, при этом, перед этим пропустил одиночный удар. Очень размашисто атакует одел Жон. Для спортсмена уровня Дусматова, конечно, не вставляет большого труда просчитать атаку соперника. Опять правая рука падает откуда-то от бедра. Он ее готов выбрасывать боковым. И второе падение. Здесь уже в обвод руки хорошо попадает Дусматов. Но, тем не менее, одел Жон показывает, что готов продолжать. Ну, если будет третий нокдаун, а времени еще полно, то бой будет остановлен, я думаю. Хотя потрясенным-то, в принципе, одел Жон не выглядит. Приклеил сейчас правую руку к подбородку. Тоже пытается отстреливаться вот этим боковым. Но видно, конечно, да, что ему, может быть, не хватает возможности бить коленями, ногами, локтями, как в тайском боксе. Да нет, ну... И поджимает достаточно легко. Дусманов просто решил вот так пойти. Сразу силовок, третий нокдаун. А вот здесь, мне кажется, да, уже тяжелое попадание было. Прям рухнул сейчас. А Дил Жон с откинув. Ну, смотрите, да, посмотрел внимательно в глаза сейчас Юрий Копцов. Ну, Копцов можно доверять. Десять секунд. Четвертый нокдаун. И все, да, вот здесь теперь уже остановка точно. Четыре нокдауна, да, за первый раунд, в общем. Не, ну, соперник, дебютант, пришедший из тайского бокса, да, ну, все-таки, это не та оппозиция, которая нужна олимпийскому чемпиону. Страшный удар у тебя. Да, это вот как раз Дима Лучников сказал страшный удар. Ну, видите, там каждое попадание, в общем-то, опрокидывало соперника в нокдаун. Ну, вот и болельщики пришли, запаслись флагом. Рефери этого поединка Юрий Копцов восстановил бой через 2 минуты 55 секунд первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал Хасанбой Дусматов. Ну что ж, вторая победа Хасанбой Дусматова по профи, вторая досрочная. Я надеюсь, что будем его видеть мы на профессиональном ринге почаще, чем до этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...